В период времени я максимально сильно в это углубился, много уже там каких-то практик прошел, много там из психологии и в других каких-то моментах, то есть очень, скажем так, много инструментов я собрал, что лично мне помогает изменить свою жизнь, изменить качество своей жизни. То есть за год произошел такой достаточно хороший рост. Те, кто за мной наблюдали давно, они знают, те, кто за мной наблюдает не так давно. В принципе, рассказы по прическе. Кому-то нравится моя прическа, кому-то нет. Ребят, все, решил стиль сменить. Мне тут подсказали, говорят, что все, надо менять прическу. На самом деле, что? Про что я говорил? То есть за год много изменений произошло. И в моем состоянии, в финансовом плане, в личной жизни и все благодаря работе над собой, над своим мышлением. И поэтому мне хочется тоже с вами поделиться и дать какие-то стратегии, инструменты и помочь многим также. Вот, сейчас что я сделаю? Ребят, хочу, хочу, чтобы мы, сейчас я закрою, наверное, комментарий временно и в конце эфира я поотвечаю на ваши вопросы. Сегодня мы будем обсуждать такую тему про тренировки. Потому что многие думают, что занятия спортом, тренировки, это очень сложно, это нереально, это нужно уделять очень много времени. И много людей, к сожалению... Что смешно? Расскажи. Скажи, скажи. Подавилась. Подавилась? Не, не давился. Так, давай. Сейчас мы выключим комментарии. Временно, потому что комментарии немножко отвлекают внимание. Так, тут люди подавились. Не давились. В общем, смотрите. Почему хочу сегодня затронуть именно эту тему? Потому что я сегодня был в зале, мы с товарищем затронули такую тему о том, кто знает. То есть у меня было фитнес-сообщество, которое я вел для девчонок. И у меня были два марафона, где уже помимо фитнеса была работа над состоянием. То есть у меня был один канал, где были тренировки, питание. То есть все про спорт, все про тело. И второй канал, телеграм-канал, это был про работу над состоянием, где были различные эксперты, практики и тому подобное. Вот. И я сегодня такой... Мы с товарищем просто говорим, разговариваем. И я говорю, офигеть. То есть я понимаю, что то, что я давал девчонкам... И я хочу вообще провести тоже для вас тренировку. Возможно, это будет в телеграм-канале. То есть потом тоже об этом я вам расскажу. Чтобы вы посмотрели. В домашних условиях... Просто сегодня у меня прям реально какое-то озарение пришло о том, что... Как много всего можно выполнять в домашних условиях. Особенно для девочек. То есть многие девчонки, они считают, чтобы накачаться, там, иметь красивую попу. Это очень-очень много времени нужно потратить. В принципе, отчасти, да, нужно чуть поработать. То есть просто так, какой-то визуализацией или там тремя подходами, приходами в зал, этого не получится. Там тремя тренировками, если точнее. То есть нужно немножко постараться. Но это не означает, что тренировки, спорт, это сложно. То есть сейчас я просто вам дам определенную тоже стратегию, какие-то советы. То есть суть вообще этого эфира. Дать вам какие-то советы. Можете взять там листик, бумажку записать. В домашних условиях можно тренироваться, можно выглядеть круто. Тренировки это не сложно. То есть я же говорю, эта мысль мне сегодня пришла в зале. То есть для парней железо, вес, с весом тренировки нужны. Чтобы накачать, конечно, хороший мышечный корсет, мужчинам им нужно тяжести, да, поподнимать. Женщинам, девушкам, я считаю, не просто это не нужно, а даже где-то противопоказано. Потому что вы девочки, можно делать все со своим весом, можно делать интенсивные разнообразные тренировки. И от этого у вас будет реально красивое тело, красивый рельеф. И есть разнообразные тренировки. Я вот сегодня просто понял, что комплексы, которые я даю, а я вам тоже их покажу. Я же говорю, проведу отдельные эфиры, покажу эти комплексы. Они как раз-таки максимально разнообразные. То есть у меня в моих комплексах, еще, кстати, очень важно этот момент, не забывайте. Многие совершают ошибку, они когда тренируются, делают неправильно технические моменты. То есть очень важно, даже если вы где-то смотрите в интернете, если вы с кем-то занимаетесь, обращайте внимание на технику. Потому что если вы делаете технически неправильно, результата эффекта может не быть. То есть вы просто можете очень долго ждать. А кажется, в чем ситуация? А в том, что технические моменты делаются неправильно. И плюс еще можно нанести себе определенные последствия. Вот, очень важно еще, разминка, гимнастика. Я, кстати, вообще думаю на следующий свой поток марафона подключить специалиста в области гимнастики, в области стретчинга. Я думаю, что это будет очень-очень актуально, потому что... Хух, так, жарко стало. Я когда говорю на какую-то тему, которая мне очень интересна, я могу говорить очень быстро. В общем, тема стрейчинга и гимнастики для девочек, я вообще считаю, это очень круто. То есть мы должны нашить, вообще, в принципе, можно даже минимизировать тренировки, делать гимнастику, и от этого тоже будет очень хорошая фигура, внешний вид, подтянутые мышцы, подтянутая кожа. То есть гимнастика, она, в принципе, очень полезна. И это хорошая альтернатива, например, тому же спортзалу и тому... Я думал, почему? Это ты? Ты меня тут смущаешь. Мне жарко стало. Я хотела сказать что-то от меня. Что именно, жарко? Да. Я ухожу все равно. Я понял. Что-что? Нет, до встречи. Давай. Так, сейчас.